Доброй традицией становится в нашем муниципалитете проведение благотворительной акции «Крышечки добра СНК», когда для достижения благородной цели объединяются люди в большинстве своем молодые. И когда они добиваются этой цели, то для всех это большая радость. Движение по сбору крышечек от пластиковых бутылок популярно в целом ряде стран. Принять в нем участие нетрудно, а польза очень большая. Цели у акции «Крышечки добра», которая проводится в нашем муниципалитете не в первый раз, самые благие – очистить природу от пластика и приобщить славянцев к сортировке мусора для его переработки. Важно также оказать благотворительную помощь. Мы очень рады, что она состоялась и что в этом году так много участников приняло в нем участие. Вы знаете, что мы собрали за 4 года 1700 кг «Крышечек», а в этом году мы превзошли и набрали 1404 кг «Крышечек». И собрали за один раз, то есть в одну августа. То есть в этом году все очень сильно постарались. И наш опыт уже распространяется на другие регионы и выходит за пределы Краснодарского края. Огромное спасибо Бэль, потому что тут ее большая заслуга, вы знаете все, вы с ней сотрудничали, и душа в этой акции, потому что очень много времени занимает и сил, и акция хорошая. Мы делаем нашу планету с вами чище, и мы делаем очень доброе дело. В этом году мы помогли девочке Сони с 12-й школы, внесли очень серьезный вклад, помогли ей в реабилитацию. С готовностью помочь откликнулись детские сады, школы, техникумы, филиал Кубанского университета, спортивно-танцевальный клуб «Академия», волонтерские клубы «Синергия», «Бумеранг», отделение Всероссийского общества «Красный крест», Славянский комплексный центр социального обслуживания населения, клуб молодой семьи «Ежевика», коллективы администрации Маевского, Анастасиевского, Ачуевского, Коржевского поселений. Акция набирает обороты, и самое главное, понимаете, вот чтобы нам, чтобы все понимали, я хочу, чтобы уйдя домой, и дети, и взрослые, и все рассказали об этой акции тем, кто еще не знает, самое главное не собрать крышечки и как-то сдать на пластик, да, это в первую очередь воспитательный момент, Инна Рафан правильно говорит, когда дома уже стоит пятилитровая бутылочка, в которой собираются эти крышки, это какая-то дисциплина, это какой-то все-таки где-то в голове у детей, у взрослых остается маленький момент, что ты маленькой частичкой, маленькой группицей, ты делаешь большое дело. Мы таким образом стараемся и в первую очередь проводить экологическое воспитание. Самое главное, что это полезное дело, наш предприниматель не остается в стороне, не просто собрал материал и уехал, он подарил две лавочки школам, подарил денежки девочке, которая нуждается. Всего было собрано на переработку свыше 1400 килограммов пластика. Все вырученные средства от продажи крышечек компании по переработке вторсырья «Чистая планета РФ» в размере 60 тысяч рублей были перечислены на реабилитацию нашей землячки Софьи Пономаревой. Благодарю всех, кто участвовал в этой акции. Спасибо большое. Действительно помогли. Все средства, которые перевели нам, будут идти на лечение моей доченьки Пономаревой Софьи. Спасибо огромное всем. В сборе крышечек особенно отличились 8-я и 18-я школы, а также сельхозтехникум. Грамотами Управления по делам молодежи комплексного молодежного центра «Континент» были отмечены самые лучшие участники экологической акции. Долго собирала эти крышечки, старательно их собирала. Это как бы делается в помощь девочке, которая болеет, и в помощь природе. Мы очищаем природу от мусора, спасая экологию, которая в нашем современном мире под угрозой. Также были награждены грамотами и памятными подарками победители и призеры районного конкурса видеороликов «Инфинити Пластик». Старшей возрастной категории победили студенты славянского филиала Кубанского госуниверситета. Собрались у Дьярова Елизавета, предложила идею снять историю одной крышечки по имени Дима. И совместными усилиями мы вечером поздно сидели, рисовали, общались, прекрасно проводили время, пили чай, сок и печеньки кушали. И, не знаю, на протяжении, наверное, трех-четырех часов рисовали, все фотографировали, потом еще монтировали, озвучивали. И всей нашей командой Никонова Ксения, Кристина Васова, Лениш Виктория и Борсков Марк у Дьярова Елизавета сняли и отправили на конкурс. И было так приятно, что нас пригласили на награждение. В средней возрастной категории призового места добился пресс-центр 16-й славянской школы. Наши старания были не зря. Помимо съемки ролика мы обсуждали, насколько важно сдавать крышечки, как можно подойти к этой теме с помощью творчества. Нас всех собрали и мы обсуждали сценарий нашей съемки. Каждый человек, каждый ученик хотел вставить что-то свое, и у него это получилось. Мы это все обсуждали. У нас была очень командная, дружная работа. Пятый детский сад завоевал второе место в младшей возрастной группе. Нам приятно участвовать в этой акции «Крышечки добра». Мои дети с большим азартом собирают крышечки, каждый день приносят. То в карманах, то в пакетиках. И собирают, собирают баночки. И как только баночка у нас наполнится, они кричат «Ура! Мы набрали баночку! Давайте уберем и поставим новую!» Нам очень приятно участвовать в этой акции. И хорошо, что мы этот раз победили с нашим роликом. Славянцы охотно откликнулись на доброе дело и включились в этот процесс. Акция развивается и набирает обороты. И это дорогого стоит. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Программа «События». Продолжение следует...